Я хотел бы поговорить о том, как планировались какие-либо акции, на примере уличного граффита. Вначале я расскажу, как я это делаю, а в конце я поясню каждый пункт. Проведение любой акции я делю на 4 части. Подготовка, сама акция, отступление, фиксация результатов. О каждом пункте сейчас поговорим отдельно. Подготовка. Первое. Изучите маршрут подхода к объекту, который хотел разрисовать. Посмотрите, есть ли там камеры, удобно ли путь отступления. Если вы планируете рисовать на заборе, то посмотрите, граффированный он или гладкий. По-разному наносится рисунок на каждый забор и на граффированный он сложнее всего. Второе. Найдите одежду, в которую вы никогда не ходите в обычной жизни. И если что, вы готовы от нее избавиться после каждой акции. То есть, если в граффите, наверное, это будет излишнее, каждый раз сжигать одежду. Если что-то более серьезное, сжигать нужно обязательно, чтобы не вставлять следов. Третье. Закупите краску на рынке, подальше от дома. И каждый цвет в разных вообще желательно магазинах. И в разное время. С чем это связано? С тем, что если вы купите, например, в строительном магазине крупном, например, белую и красную краску, то менты могут запросить у этого магазина чек. Они могут это сделать. Это сложно, они могут. Запросить, кто покупал одновременно два компонента. В какое время. И, соответственно, в магазинах есть камеры. И они смогут это сопоставить. На примере граффити, конечно же, никто не будет заморачиваться так. Но если вы будете делать какие-то более серьезные вещи, они заморочатся. Они проверят все магазины на покупку таких вещей. Четвертое. Все компоненты, краска, одежда, трафареты, должны находиться в промежуточной точке перед выходом на акцию. Это может быть машина, гараж, что-то еще. Для чего? Для того, чтобы вы не шли с баулом всех этих вещей, не гремели, например, баллонами, которые гремят. Пятое. Не покупайте компоненты в интернет-магазинах. Дом, 21 век и прочее. Так как получение товара нужно получать по паспорту. Шестое. После покупки товара надевайте перчатки и тщательно протирайте все, что вы купили. Если это, например, баллончики с краской, сам баллон, крышку от баллона, вы внутри крышку баллона протираете, трафарет протираете и больше к ним не прикасаетесь без перчаток. Это связано с тем, что если вдруг вам придется убегать, как-то выбрасывать этот баллон, чтобы на них не было ваших следов. Это все нужно делать заранее, а не на месте. Седьмой момент. Очень важный в этой подготовке. Объект выбираем подальше от дома. Чтобы вы могли дойти, либо доехать на велосипеде до вашего объекта. После своего дома вы ничего не делаете. Вы примерно гражданин, который такими вещами никогда не занимается. Почему нельзя ехать на машине? Машина, это как номер телефона. Засветился, все. Это сразу понятно, кто и что это делает. Поэтому мы сейчас не рассматриваем такие варианты, чтобы гоняем машину, еще что-то делаем. Нет, все равно просто пешком вы должны туда дойти. Лучше на велосипеде. Не меньше километра от дома. Следующий этап, второй. Это проведение самой акции. Самое главное во всем этом. Телефон оставляйте дома. Это очень важно. По нему вас легко вычислят. Поэтому никаких телефонов вообще с собой не брать. И еще я... Понятно говоря, что вроде как можно в режим полета стоять. Вообще не берите, чтобы наверняка. Время проведения акции должно быть, желательно, ближе к 3 часам ночи. Потому что до этого времени куча народу ходит по улицам. Следующее, третье. Вы выходите из дома в обычной одежде. Идете до промежуточного склада или точки. Там переодеваетесь. Берете все компоненты. И идете дальше. Я еще смотрю на то, чтобы рядом с местом, которое я хочу разрисовать. Там рядом находился какой-нибудь гаражный кооператив. Лесопарк, лесополоса какая-то. То есть, если что, то вы туда могли уйти моментально. Пятый пункт. Это подготовить баллончики краски. Одеть маску. Достать трафарет. Все это нужно делать в укрытии в этой лесополосе в этом гаражном кооперативе. Все лишние вещи. Сумки, пакеты и прочее. Оставляйте там в лесополосе. В этом укрытии. Когда вы возле точки. С собой берете только то, что вам нужно прямо сейчас, чтобы нарисовать. Если потом вы решите, например, вы нарисовали рисунок и хотите его засиликонить, там покрыть, чтобы было сложнее его закрасить. То есть, вы возвращаетесь в укрытие. Берете этот силикон. Осмотрелись. Все спокойно, все чисто. И опять пошли и зарисовали. То есть, но не надо полчаса рисовать. Потому что это очень палевно. Шестой пункт. Если это достаточно проходное место в городе, то там будет периодически ездить машины. Даже в 3 часа ночи. Те же таксисты. Поэтому лучше всего рисунок наносить через трафарет. Приложил, закрасил, ушел. Сама процедура должна занимать не больше нескольких секунд. Чтобы вас, если кто-то заметит, там никто ничего не понял. Седьмое. Если хотите нарисовать что-то большое и красивое, то нужно искать более тихое место. То есть, не какой-то центр города. Потому что, чтобы у вас было время, чтобы там было меньше зевак, меньше машин. И еще один момент, я вот ко всем этим пунктам хочу сказать, что я рассказывал время, когда вы делаете все это в одиночку. У вас нет помощников, которые стоят на стрёме, которые там, если что, могут вас предупредить. Следующий этап отступления. Уходите в укрытие. Забираете вещи. Проверяете, чтобы вы ничего там не забыли. Крышечку, отвертку, которую вы открываете, баллончик с краской, трафарет там или еще что-то. Ничего не выбрасывайте. Никакой мусор. Все забираете с собой. Баллончик закончился. Вы не выбрасьте его в ближайшую мусорку. Вы его тащите с собой. И выбросьте в другой совершенно мусорке. Еще раз его протрете, чтобы точно на нем ничего не было. Возвращайтесь из вашего укрытия. В промежуточную точку, где вы переодевались. Вы одеваетесь обратно в обычную одежду. Все там оставляете. Идете домой. Для чего это делается? Потому что, во-первых, когда вы покрасите краской, вы можете вонять краской. Это первое. Во-вторых, баллоны, чтобы не гремели. Ночью будет все очень хорошо слышно. И поверьте, баллончики эти обычные. То есть, там вот этот шарик, который красит. Он вы будете подниматься. Он раз возьмет, где-то дернется. Ну, понятно, что может кто-то не обратит на это внимание. Но мы сейчас говорим о том, как делать правильно, чтобы вы наверняка не попались. Следующий этап фиксации результатов. Я рекомендую фиксировать результат на следующий день. В светлое время. Как будто бы вы случайно заметили это граффити. Его зафиксировали. Почему так? Просто если вас возьмут. И у вас найдут фотографии, сделанные в 3 часа ночи. А это можно следить по настройкам фотографии. То к вам будет много вопросов. Как это вы умудрились в 3 часа ночи сделать фотографии? То есть, это лишнее палево в ваш адрес. Поэтому днем со всеми зеваками, как ни в чем не бывало, можно все это делать, сфотографировать. Последнее, что я еще хотел, краткие итоги подвести. Может показаться, что это излишняя конспирация. Но я вас уверяю, что скрытности много не бывает. Потому что, когда вы начнете делать что-то более серьезное, чем граффити, менты начнут брать даже анализы грунта вокруг того места. На анализ вашей мочи, слюны, все что угодно. Поэтому вы должны на примере граффити уже учиться работать чисто. Не стоит делать себе поблажек. Это ничего серьезного. Работаем чисто изначально. Помните еще один важный момент. Как бы поздно вы ни шли, какими дебрями вы ни добирались, всегда будет человек, который вас увидит. Всегда запомните. Это будет либо на выходе из квартиры, либо из дома, либо это будет на промежуточном этапе, когда вы добираетесь к точке, либо когда вы будете рисовать граффити, когда вы будете отступать. По-любому, кто будет. Сколько раз я не рисовал граффити, всегда есть зеваки. Поэтому история с одеждой, которую я говорю, что надо, если что, сжигать, это серьезно. Потому что вы должны быть, если вас заметят, должны готовы ее сжечь. Если вдруг вы поймете, что почувствуете какую-то опасность. Ну или хотя бы просто спрятать ее, и больше никогда ей не пользоваться. Если это граффити. Если что-то серьезное, сжигаем, даже не задумываемся. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Дальше я потом еще расскажу о том, как я конкретно провожу акции. И вы поймете, почему каждый из этапов так важен.